так всем привет максим это же большой привет ты у нас кадре второй раз очень люди довольны остались как ты рассказывал в прошлый раз и решил с тобой еще раз видео снять потому что ты очень информативно рассказывает вещи сегодня у нас сегодня у нас шесть позиции ножниц это свои шестого класса и попробовал изначально я хотел бы тебе вопросы задать как люди должны выбирать на что должны обращать внимание как-то покупает ножницы я наверное расскажу о каждом по чуть-чуть немножко самое в принципе самое первое то о чем нужно рассказать это об обучении стартовый набор для парикмахера на вариант это все обращают внимание на органу здесь принципе органу очень хорошо я думаю что все твои клиенты которые приедут их покупать они это оценивают маленькие кольца есть специально которые сейчас пользуются спросом давайте смотреть этот артикул мне понравились очень с красненьким камушком это который я тебе изначально говорил да и артикул 1106 0155 чуть-чуть лучше 100 человек но я еще не пробовал все остальные конечно даже срезом какой классный получается если поставить эту расческу белые сразу ушли белые то есть поставили вот это хорошо а чем они тебе понравились чем другие слайсинг делают очень хорошо слайсинг в принципе короткое полотно именно для слайсинга хойтинг немножко тяжеловато но слайсинг хорошо плюс эргономика очень эргономичная прекрасно сидят руки я тебя себе купил чем отличаться например вот у нас четыре позиции полотно 5 5 чем они отличаются между собой в принципе мне очень хорошо понравились вот эти новости которые резонуты да они более массивный чем то что я тебе говорил да да у них 1106 0355 то есть саблевидные видно что здесь стоит подшипник да ты можешь сам регулировать ход кстати ну короче парикмахера когда они смотрят на ножницы видят подшипник все они считают что это просто уже вверх красоты вот есть большие в принципе режущие полотно стандартная но ручка побольше да кольца да мы все видим что кольца здесь видоизменены поэтому эргономически очень будет хорошо их держать в руке так вот есть еще вот такого образца немножко с эргономикой подвинутые да вот изогнутые пальцы да вот для пальца и вариант ну что еще хороший плюс здесь у них не надо менять именно сам усилитель да если допустим упор усилитель хорошо упор можно заменить там брать его вообще здесь на фиксированный фирма уже продумала за нас мы его не потеряем в принципе надо докупать а есть люди которые сразу же снимает я не понимаю почему снимает упорчик и так и работает привычка неправильно ставят пальцы то есть изначально их неправильно поставили те преподаватели которые учили и поэтому у них это как вот я считаю немецкий вариант вот они работают и при этом у них палец и вот вот так это неправильно это очень неправильно это нужно обращаться специалисту для того чтобы он поставил руку правильно но здесь с этими ножницами неправильно не получится тут сам изогнули уже изогнутое кольцо она уже вам не даст то есть она идет под руку очень хорошо как бы я думаю на такую стоимость очень хороший я тебя понял скажи пожалуйста вот например которые изначально мне нравились ножницы это для женского зала да ты сказал да да очень дорогие ножницы лучше всего использовать для женского зала именно для того чтобы сделать хойтинг слайсинг очень хорошие полотна хорошо а для мужского зала из вариантов какой ты выбрал бы? тушелка для тушелки саблевидные просто прекрасные ножницы вот такие изогнетого варианта это у нас артик артикул 1106-0355 то есть саблевидная полотна больше всего подходит для тушелки также есть вот большие немножко они тоже вот такого плана они такие изогнутые больше прямые ну для девочек наверное это будет самый лучший вариант артикул 1106-0255 то есть в принципе скромное хорошие ножницы хорошо давай так инструкция для начинающих парикмахеров вопросы и ответы хорошо вот изначально например откуда эти вопросы я взял эти люди созваниваются со мной и задают эти вопросы чтобы много раз не задавать сразу ты ответишь и скажешь как что надо делать как выбрать ножницы для начинающих парикмахеров выбирать сразу с микроносечками или для прямого среза то есть без микроносечек а можно с микроносечками очень даже хорошо потому что многие из начинающих парикмахеров учатся два с половиной года поэтому этот процесс в принципе вы как бы подходите мирабу и консультируетесь с ним он вам расскажет что и так да это жестко а какую модель лучше выбрать для начинающего парикмахера эргономика или классическое расположение колец я думаю считаю что все-таки лучше классика хотя здесь классика тяжело назвать она уже больше направлено на эргономику вот здесь вот лучше классический момент почему потому что ручка должна сначала научиться держать полотно уже потом его речь хорошо скажи пожалуйста вот например сразу такой вопрос переходит на другом мастер работал очень долгое время или работал очень долгое время классическим расположением колец как ты понял здесь больше усилия надо и больше локоть надо поднимать вверх как долго мастер привыкать когда покупать новые ножницы эргономичные принципе в течение месяца я тоже думаю что этот процесс занимает какой-то момент потому что все-таки рука должна привыкнуть ручка привыкает и этот процесс в принципе занимает месяц где-то полтора до двух месяцев потом расстаться конечно с такими ножницами очень тяжело расскажи пожалуйста чем преимущество эргономичных ножниц чем классическим расположением если посмотреть на вот эти ножницы саблей вот они очень в принципе по большому счету уже очень удобно держать мастер который имеет опыт ориентировочно 23 года уже не вернется классе просто будет путаться это ему не нужно вот вариант автономика это для него стаж вот тире полтора экономический момент очень хорошо вернемся мы опять же кто начинаешь и парикмахер или паркер потому что они разделяют сразу себя я не парикмахер либо я не барбер игроки говорят в принципе как бы разделение очень маленькая сам процесс нам нужен именно в подборе инструмента то есть если вы идете в магазине вы должны четко определять будете вы работать в мужском зале или в общем хорошо скажи пожалуйста изначально какой человек должен полотно 5 5 5 стандартных эфилировочные прямые если это мужской зал допустим да вот чисто идут направления барбер нужно брать большое полотно это однозначно потому что для тушилки не очень хорошо хорошо вот часто задам задаваемый вопрос кто не знает чем отличается первый класс ножницы от 3 и 4 заточка инструмента плотности стали органомика не органомика классика то есть там очень много нюансов это не просто там пошли взяли магазин какие-то там ножницы начали работать сейчас уже новое время как бы здесь нужно отталкиваться от самых таких минимальных деталей тот же самый усилитель который уже не съемный хорошо расскажи пожалуйста почему так много вариантов полотна там 4 4 5 и так далее доходит он до 7 до 8 а потому что ученики у нас сейчас идут в таком как бы плотном большом количестве и руки у всех разные то есть не вся проблема с руками если ручки пальчики маленькие и очень тяжело их держать вот кольца мы видим кольца маленькие для маленьких пальчиков очень хорошо хорошо давай так скажем почему для чего нужны ножницы 4,5 и семерки например большое полотно нам необходимо для тушилки когда мы работаем с помощью щетки очень большое количество захвата то есть удобно мобильно и сам в принципе процесс ускорения если это ножнички маленькие на то есть парикмахер взял там расчески взял ножницы то есть он будет проходить два-три раза на одном и том же месте в принципе утратят допустим до двух-трех минут больше хорошо скажи пожалуйста на что ты давай перейдем на что филлера мы очень мало разговариваем чем отличие от 26 зубов и 46 ну там еще середина есть например 39 42 и так далее чем отличие шах палатна называется это у нас если в принципе очень большое количество зубцов идут больше для тушилки тушилка мужском зале для того чтобы выполнить пыль я советую брать большим количеством если это допустим женский зал вы хотите повторить какие-то рельефные линии то можно брать хорошо есть еще филировочные ножницы как ты знаешь двухсторонные да то есть нету полотна режущая есть двухсторонные для чего они вообще нужны двухсторонние в основном применяется для того чтобы снимать на пальцы вот то есть вы волосы вычесываете между пальцами как обычно стандартно и обрабатывать их на палечном варианте точно также можно густые волосы филировать они не так много выбивают прядей в принципе как бы для мастера это нормально потому что односторонние вот такого плана предназначены для больше шлифовальных работ еще два вопроса последних остались скажи пожалуйста чем отличается массивное полотно и заостренное чем они отличаются какой лучше брать или здесь не имеет разницы лучше больше набор иметь толстое массивное полотно применяется в основном для работы на расческе для того чтобы параллельно держать инструмент это очень удобно если это полотно допустим острым да то есть с острым вариантом ими очень хорошо работать на весу то есть когда вы вычислили прядь и хорошо обрабатываете или же та же самая прикорневая филировка то есть очень удобно тоже хорошо вообще круто вот именно вот это тоже артикула можешь отписать так это артикул 11 060 455 и как ухаживать за ножницами например очень хороший вопрос да все звонят спрашивают значит самый лучший момент это первую очередь масло масло должно быть специально для ножниц вы можете купить их также когда вы покупаете и в принципе как бы уход за полотно ну все это нужно узнавать смотреть я думаю мы потом снимем мастер-класс да кстати я тебе скажу то что многие не знают и смазывает ножницы для масла для машин почему нельзя смазать потому что у них плотность разная из-за этого но если нет денег можно и смазать что приносит также машинки в ремонт когда смазывают маслом для ножниц именно этим маслом в машинке грязь не уходит волосы набиваются машинка работает плохо потом что походим все минусы вопросы все закончили но я хотел бы в конце сказать что мне недавно звонили и в мирап можно купить у вас самозатачивающие ножницы ты представляешь есть такие вопросы и кстати это в книжке даже написано например в ягуаре даже написано нет таких ножниц ты представляешь самозатачивающие ножницы это они между собой они должны ну как тебе так сказать они же больше когда касается они же не затачивают друг друга они больше расход идёт материала все зависит от ухода за инструментом если за ним правильно ухаживать покупать масло и еще есть некоторые средства я думаю что ножницы в принципе будут служить очень долго если вы купите их в нормальном состоянии а если вы их будете бросать смазывать не так как нужно не ухаживать все как бы момент такой короче сделаем вывод из этого всего фаворит ты уже выбрал ножницы да? покажи какие из них из новой коллекции женский зал мне очень понравился вот такого плана в принципе не такие они эргономичные классика плюс эргономика то есть что-то такое общее в принципе очень хорошее полотно срез самое главное делаю слазик уже хорошо скажи пожалуйста для мужского зала тогда какой выбрал бы комплект артикул расскажешь? да артикул 1106-0255 то есть в принципе эргономика но и так же полотно более классическое я тебе понял хорошо спасибо тебе большое мы еще снимем видео какое-то интересное да? все спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok